За окошком снег валит Интересно-то как Ой-ой-ой Добро здоровиться Сегодня я вам хочу рассказать О депрессии И немножко поговорить о мотивации Слово депрессия Означает подавление Подавление Мотивация Стимулирование Чем-то На Какую-то активную деятельность А подавление это Это как раз Обратный процесс Когда человек Ничем активным Заниматься не хочет Я вспоминаю о себе И те проблемы Которые я в свое время Проходил Проходит теперь Большинство Молодежи И почему Меня побудило Заняться проблемой Рассказать о Депрессии Это письмо Тридцатилетней Молодой девушки Или женщины Казалось бы Тридцать лет Жизнь вот так вот Распахнулась Делай то Все Радуйся А нет Что-то не получается Что-то не получается И вот это Неполучание Это неполучание Это неполучание Ведет к тому Что У человека Говоря простым языком Опускаются руки У него вообще пропадает Желание жить То есть Депрессия Пытается ее лечить Различными там Таблетками Это не тот способ Она возникает В нашем сознании Это Если так кратко Сформулировать Это подавление Самого себя Тем Что у вас Не получается По жизни Выполнение Каких-то Желаний Задуманного И вы тогда Уходите В себя Опускаете руки Естественно Вам Ничто не мило И Начинается Будем говорить Вот этот вот Энергетический Упадок То есть Упадок Из-за того Что у вас Не получается Сначала Идет в сознании Потом Он Теряется Интерес Вообще Это я Выражаю Так Депрессия Это потеря Интереса К жизни Теряется Интерес К жизни После чего Естественно Если нету Никаких В жизни Зацепок Интересных Чем бы Заниматься Получать Удовольствие Получать Знаете Такие Стимулы Жизненные Падает Энергетика За падением Энергетики Что происходит Происходит Угнетение Жизненных Процессов То есть Депрессию Вы давите Уже на клетки Своего собственного Организма И начинается Их Угнетение Они работают Гораздо хуже Начинается Смотрите Упадок сил Зашлаковка И по мере Дальнейшего Развития Этого процесса У вас уже Проявляется То или иное Отклонение Вплоть до Каких-то Серьезных Заболеваний В связи С депрессией И Мотивацией Мне хотелось Бы привести Свой случай Я учился В школе В школе Я учился В классе С прекрасной Девочкой Лидой Умница Знаете Такая хорошенькая И вот на нее Уже тогда я понимал Посмотришь Что вот С этого человека Будут толки Языки давались Память великолепная Училась прекрасно Ну знаете И сама собой хороша Ну просто Смотришь на нее Радуешься И где-то даже По-хорошему завидуешь Ах Как тебя природа Надавила Как тебе все хорошо Удается в школе Понимаете Но за школой А в школе Я учился Едва-едва На тройке Потому что Мне интересно было Следует Как говорится Что Взрослая жизнь Но прежде К ней еще Подойти надо Это ступень Институты Она закончила Два института Закончила хорошо Получила Значит Образование И вот так сказать С радостными Насколько я понимаю Мечтами Опа Вышла Взрослая жизнь А в которой Все Совершенные дачи Тебя Ну будем говорить Мало Вообще-то Оценивают По твоим Умственным там И прочим Качествам Личностным А тебя там Могут оценивать По знакомству По родственникам Так сказать Кумовство И вот Она столкнулась С этим И Что-то У нее Ничего не получилось Я ее Встречаю А я Тем временем Находясь Здесь В нашем В одном Городке Каменский Шахтинском Начал заниматься Вот Оздоровлением Никто Мне не учил Писать книги Я начал Потихонечку Там что-то Для себя Такое Накапывать И потихонечку Значит Написали Став Книги Дальше Они Разошлись То есть Книги Тут важно Пощеркнуть Книги читают Тогда Когда они Приносят Какую-то Реальную пользу Тогда Заинтересованы В их Приобретении Если Такого Нет Их Никто Апачки И дал Дал Не я А на основании Работ Классиков Естественного Оздоровления И Натуральной Медицины Но их Надо же Собрать Как-то Все это Сделать Показать Как это Работает То есть Вообще-то Информацию Надо Талант Преподнести Тогда Она Заработает То есть Люди Пишут Мне Ага Петрович Мы Значит Вот как Ты написал Мы делали И вот Что ты Написал То и Получалось И я понял Я им уже Знаете Как лектор Как какой-то Этот Я им не нужен Вот она Написывайте Хорошее руководство И у вас Все Значит Получится Ага Значит Написал Я уже Так Создать Тут и домик Построил Себе То есть Я себя Ну Будем Говорит Вот в этих Условиях Приподнял Ну Во всех Отношениях Я не беру Материальную Сторону Потому что Материальная Сторона Отражение Твоего Жизненного Успеха Да Я Не раз Слышал Потому что Меня же не знали Как автор Да что это Там Особенно Там Ну Печатная Работники Потом Медицинские Работники Что это Там За книга Такая Что это За ерунда Кто ее Будет читать И тем не менее Тем не менее Вот так Вот сложилось Вот И я ее Встречаю В городе Это уже Где-то Мне было Лет Так сказать За сорок То есть Уже То есть Состоялся Идет Идет Какая-то Бомжишка А я У меня Вообще Память На лица Хорошая Я Значит Смотрел И на нее Говорю Лида Это ты А она Знаете Вот Пустой Безрадостный Такой взгляд Говорит Да Это я А что Вот это Так вот Наш разговор Состоялся То есть Если Вот как я Рассматриваю Теперь Если у вас По жизни Складываются Такие ситуации Когда вам Говорят Ну можно Прямо Так сказать Вы лишний Вы не Нужны Не надо Пытаться Вот кому-то Что-то Доказать Надо В первую Очередь Это вот Мое мнение Доказать Себе Что ты Чего-то В этой Жизни Достоин И вот Эти вот Препятствия Просто-напросто Рассматривать Как своего рода Ну Действительно Как своего рода Уроки От которых Можно отказаться Как Лида И уйти В депрессняк Уйти В то Что я Отрицаю Весь этот Окружающий мир Который Сделан Для тебя По большому счету Чтоб ты в нем Проявился Смотрят Знаете Если так раньше Как в сказках Говорят Смотрят ангелы И боги Вот сейчас Как тут Молодец Или красавица Проявится А она никак Не проявляется Понимаете Столкнувшись Вот с такими Трудностями Человек Просто-напросто Уходит От них Не хочет Он их Не преодолевать Не работать Над собой Для того Чтобы Их преодолеть То есть В спорте Ага Если ты хочешь Быть мастером Спорта Наработай силу Потрудись Если ты хочешь В книжном деле Преуспеть Значит Обработай массу Литературы Познакомься с ней Как пишут Другие люди Поучись Я не зря Вам сказал Надо учиться Учиться То есть Учиться Как это все Можно применять А для этого Я говорю Вот Торталуя такая Учитесь Учиться И я этому И сейчас В свою жизнь Учусь И раньше С самого начала Я учился Вырезал Разные там Палочки Обрезал Себе пальчики Значит Нож надо держать Лезвием Не вот так Чтоб он резал А по другому Если я тут Себе Полосанул Допустим По груди Лезвием Значит По другому Значит Не вот так Ножом работать А осторожнее Чтоб этого не было В конце концов У меня получали Что я начал Вырезать И И И не резаться Так точно И по жизни Понимаете Встреча с другим Человеком Со своим спутником Дело непростое Тебе хочется Допустим Ну грубо говоря Там Красавицу Какой-то Или красавца Какого-то А При этом Насколько Ну будут говорить Ты Достоин Его Или нет Есть такая простая Опять-таки Пословица Чтобы Хотеть королеву Надо Как минимум Самому быть Королем И при этом Конечно Так себя Вести По жизни Чтоб Как-то Не ущемлять Никакие Интересы Другие Понимаете Ага Вот Эта Должность Ты Данил Значит Других Ты там Выкинул Ну Это В телевидении Хорошо Видно Если Передачу Поставили Твою Значит Кто-то На что-то Претендовал Он уже Не удел Оказывается Ну Ладно Там Не удел Но Ты чувствуешь Что у тебя есть Потенциал У тебя есть Еще Какие-то вещи Пожалуйста Сейчас Интернет Ну-ка Прояви себя В интернете А ты только От деньги Спрашиваешь Откуда От деньги Откуда От деньги От работы Деньги А то Мы привыкли Что Все это Воровством Достается Нет Уже И самый Хороший Путь Это Приобрести Благодаря Своему Собственному Уму Своим Собственным Усилием И Учиться Да Смотрите Можно Грубо говоря Что-то Своими руками Там Делать Будете Одни Сумы Получать Можете Что-то Другое Делать Но Для этого Надо Узнать Грубо говоря Копать Экскаватором Можете Программы Писать Можете Видение Там Сами Снимать Можете Еще Что-то Там Такое Делать И Заблетать Благодаря Чему Статус Поднимите Материальный Ну Важно Важно Столкнувшись С С С Ситуациями Жизненными Разного Плана На Любовном Против На Профессиональном Против Да Так Просто Вы Что Негодяи Разные Вы С ними Сталкиваетесь Как Себя Там Отстоять В Этой Жизни Вообще Там С С Родителями С Детями И Так Далее Так Далее Все Это Для Того Чтобы Успешно Решить Нужны Знания А Для Этого Их Надо Приобретать И Нужно Умение Применять Это Знание А то Мы Сейчас Очень Много Знаем Очень Много Знаем А Применить Не Можем Вот Знаете Есть Такие Люди Дайте Мне Денег Допустим На Передачу Или Еще На Какой То Проект Вот Я Как Бабахну Там А Бабахнет Оно Или Не Бабахнет И Еще Никто Не Знает Пойдет Этот Проект Не Вот Например Я Сделал 70 Передач Целебной Кулинарии Я Показал Что Вот Этот Проект Я Могу Делать И Показал Как Я Это Могу Делать Нужен Он Не Нужен Это Другая Другой Разговор Поэтому Вот Возвращаясь К Этой Тридцатилетней Молодой Женщине Которой Вот Сейчас Только Время Любить Которой Время Иметь Детей Наслаждаться Вот Этой Семейной Жизнью Наслаждаться Вот Говорит Тем Что Она Молода Что Ей Хочется И Можется Понимаете Она Ушла В совсем Другие Как бы Сказать Вещи Что Это Ей Не Надо То Есть Человек Может Не Познать Ни Радость Ни Материнства Ни Отцовства Ни Радость Допустим Вот Любви Верности Он Тоже Это Не Может Познать А Для Этого Ну Бум Говорит Для Этого Надо Ну В первую Очередь Самому Быть Таким Показать И К тебе Тогда Потянутся Тогда Люди Ну Вот Я Вот Здесь Сижу Никуда Я Не Выхожу Особо Для Этого Даже Вот Пригласили На Передачу И То Я Отказался От Нее Потому Что Ну Посчитал Что Тяжело Мне И У У вас Должны Быть Свои Какие-то Проекты По жизни Благодаря Которым Вас Узнают А Когда Вы В чужие Проекты Встреваете Вас Вас Твоими Ногами А Если Не Получается Не Получается Вместо Того Чтобы Работать А Как Это Так Не Получается Вот У У Если Что Не Получалось Допустим Тяжелый Атлетик Я Смотрел В Технике Что Там Я Не Дорабатываю В Наборе Сил Что Там Я Не Дорабатываю Так Точно И В В Здоровлении Я Я Не Просто Вот Знаете Можно Была Действительно Как Некоторые Вот Система Малахова Я Не Стал Это Делать Я Рассказал О Разных Системах Вот Классиков Естественного Здоровления Привел Их Цитаты И Даже Где-то Показал Где Сильные Стороны Где У них Слабые Стороны Вот И Потом На Основании Я Предложил Что Своё Не Что Своё От Себя И Для Себя Вам А показал Как Эту Систему Надо Делать С чего Начинать И дальше Идти Для того Чтобы Вы создали Собственную Индивидуальную Систему Так вот Собственный Эгоист Он Начинает Вам Мешать Не Получилось То Не Получилось Это И Вы Уходите Вот Ага Как Сказать Я Такая Некрасивая И Красивая И Талантливая И хорошая И домохозяйка Я Не Нужна Ну Значит И Не Нужна Фиг С ним И Не Буду Там Нужна Ну И Что Что Вы Этим Делаете Вы Этим Только Расчищаете Пространство Своим Конкурентам Если Так Уж Сказать Да Покажите Себя В Творчестве Там Ага Посмотрите Что Можно Сделать Поучите Сто Других Читайте Умные Книги Мне Очень понравилась Кокоша Она Так Сказала Если Вы Хотите Иметь Больше Чем Другие То Вы Должны Делать То Что Они Вообще Не Делают Тогда У вас Будет Вот Больше Чем У них И Больше Чем У вас Было Но Надо Это Отсознать Делать Понимаете Вот Эта Философия Это Мировоззрение Оно Должно Сначала Быть Вот Таким Незъебаемым Стержем А дальше К нему За счет Знаний Уже Наращиваются Разные Возможности Ну В этом Городишке Ну Никто Не имеет Наверное Такой Нет Может Она такая Студия Есть Да Но Вообще Таретка Кто Имеет Такую Студию Вообще В стране Да И Пользуется Потому Что Он Живет Допустим Камень Шахтинский Либо Камень Руби Либо В шахту Залазь Да Сейчас И Камня Особо Нету Там И Шахта Уже Позакрывается И Чем Заниматься Как Большинство Соседи Спиваются И Все Я Смотрю Они Уже Превратились Из Ходят И Ничего Не Понимают Вот А Мотивация Это Вообще Можно Даже Сказать Своего Рода Искусство Вы Себя Не Надо Там Каких Брать Этих Больших Поначалу Ну Будем Говорить Высот Там Ставить Себе Цели Начинайте С малого Вот Это Сделать Вот Это Сделать Вот То Сделать Вот Сделать И Что Для Этого Надо Сделать Подумайте Что Для Этого Надо Сделать И Выйти Из Депрессии Из Депрессии Надо Новые Якоря Обозначить Для Себя Прежние Якоря Которые Работали У вас В детстве И Юности Говорили Ах Там Какой Красивый Какой Успешный И так Далее И Тут Друга Говоря Вам Надавала Жизнь По Голове Наскучала И Все Бросили И Не Знаете За Что Взяться Другое Найти Другой Смысл Жизни То есть Другой Смысл Жизни Другие Значит Вот Ценности Надо Найти Для Себя Вот Понять В чем Они Заключаются Полюбить Знаете Вообще По большому Счету Надо Полюбить Жизнь По Новому Вы Сначала Полюбили Ее Вот Знаете Когда Человек Здоров Красив Успешен И так Далее И юн Он Ее Просто Напросто Использует Как Служанку Ах Я И то Хочу Я Это Хочу И Какой Я Красивый Такой Хороший А Когда Ему Настучали Или Он Не Да Бог Там Заболел Серьезно Или Еще Что-то Там Случилось Он Начинает Выкарабкиваться И У него Появляются Совершенно Иные Ценности За Которые Он Начинает Ценить Жизнь Понимаете На самом По Большому Счету Я Мыслив Значит Я Существую Это Самая Большая Ценность Далее Каждый Вдох И Выдох Это Такое Благо Величайшее За Которые Люди Которые Уже Стоят На Кроме Вогилы Хотели Мы Еще За Пять Минут Жизни Отдать Все Что Они Наработали Там За Всю Свою Жизнь Сделать Понимаете И Вот Когда Ты Начинаешь Восторгаться Самой Жизни Когда Ты Начинаешь Ценить Ее В Различных Проявлениях Невольно Ты Становишься Понимать Своё Место В жизни Жизнь Тебя Радует И Жизнь Тебя Поддерживает А Депрессником Ты А Вот Это Вот Эноизм Он Сразу Перекрывает Все Ниточки Которые Тебя Связывают С Окружающим Миром И Они Жи Питают Тебя Они Жи Поддерживают Тебя Ты Их Перекрываешь А Как Только Ты Открываешься И Решаешь Значит Новую Жизнь Значит Что Что-то С нуля Делать Постаргайся Другими Людьми Которые Этого Достигли Понимаете Учится У них Смотришь На Ребенка И Понимаешь Вот Он Бегает А Сколько Ему Еще Пройти Надо Надо Вот Тоже Это Все Явление Да Как Он Сейчас Радуется А Как Он Потом Будет Все Это Тебя Как Тебя Бударажит Вот Это Вот И Будет Той Мотивацией Которая В первую Очередь Должна Вас Вызвать В Вашем Сознании Любовь Жизнь Любовь Жизнь А Депрессия Это Вы Не Любите Жизнь Вы Разочаровались В жизни Так Вот Полюбите Жизнь И Себя В этой Жизни Снова И Все Депрессии У вас Исчезнут Вот Что Я Хотел Сказать